Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Макс Приходько, и сегодня в видео вы увидите, как менялся всеми известный... Николай Сомолев! Но прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас подписаться на канал, а также поставить колокольчик, чтобы оповещения моих новых видео приходили вам. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, это нам не мешает. Можем сегодня, можем другой день. Другой день. Вдвоем? Втроем. Нет, подождите, будет очень много народа. Да, иногда мы все-таки отхватываем по лицу во время съемки наших пранков и социальных экспериментов, но это не мешает нам стабильно выпускать наши видеоролики. Количество подписчиков на нашем канале YouTube перевалило за 200 тысяч человек, и прямо сегодня мы расскажем вам, что интересного происходило с нами за полгода деятельности. В 8 с половиной месяцев мы с Гурам занимаемся тем, что разыгрываем людей и ставим их в неловкие ситуации, но никто за эти 8 с половиной месяцев никогда не разыгрывал нас. И первое видео называется «Цыганская свадьба». Вы когда-нибудь были на свадьбах в России? Лично я никогда не был, именно поэтому все русские свадьбы мне представляются именно так. Самое сложное в этом мире это просто остановить людей, потому что никто не хочет останавливаться, все идут равнодушно, все абсолютно не обращают внимания никакого. Сейчас мы будем дальше проводить, сейчас мы будем снимать, дальше записывать, но я пока вообще не понимаю, как это снять. У Валька что-то получалось, у меня тоже должно быть получиться Хантер Илья. Идет на охоту. На дворе был 2015 год, а мы с Гурам были тогда еще маленькие такие, маленькие такие, бегали, видео снимали, их еще тогда называли пранки. У нас была мечта, чтобы все люди в России со всеми ее правителями, законами, жили в мире друг с другом. Сегодня в нашем новом видео мы проверим, согласятся ли девушки познакомиться с нашим маленьким 12-летним актером на взрослом и дорогом автомобиле. Всем привет, с вами как обычно я, Николай Соболев, и это «Жизнь Ютьюб». Новости сегодня одна горячее другой, и прямо сейчас я не просто выскажу свое личное мнение, но еще и немного повозмущаюсь. Резонный вопрос, так в каком же месте Дима новаторствует? Давайте будем откровенны, пока что Дима может серьезно гордиться лишь популяризацией слова «мразь» в обиходе у ребят из 9-го «Б». Слушайся, ну что за вопросы, ну как могут быть дела у Николая Соболева, а? Как скажешь, как скажешь? Что ты сказал еще раз, а? Не хейтер. Хейтер я в отмогу. Не хейтер. А кто? Да Дима не ссы, Дима не ссы, е-е-е, хейтер тебя проучит, дерьмовый флоу, он тебя научит. Бар-версус пошумим, пошумим, бар-версус пошумим, пошумим. Всем привет, это проект Radio Study Go. Александр Муратаев, Илья Стреколовский и Николай Соболев. И сегодня не будет какого-то обыкновенного тест-драйва. Сегодня мы устроим самое настоящее соревнование между нами, в ходе которого будет проверен один интересный факт. Там никогда нет пробок. И, честно говоря, я просто уверен, что я доберусь гораздо быстрее. Всем привет, меня зовут Николай Соболев. Перед таким выпуском даже страшно произносить свое имя. Может быть, лучше зашифроваться. Всем привет, меня зовут Ник Черников. Я надеюсь, что Баста не будет присылать за мной своих братанов, но мне кажется, что Василий сошел с ума. Если вдруг вы никогда не слышали, Синий Кит, Тихий Дом, Голубой Шимпанзе, Оранжевый Павлин. Это целая серия квестов для детей. И эти квесты приводят к самоубийству. А после этого на связь выходит куратор этого замечательного детского проекта. И каждый день в 4.20 утра дает ребенку самые различные задания. А последнее из этих заданий – это убить самого себя. Николай Соболев, 23 года, рост 183 сантиметра, вес 82 килограмма. Один из создателей проекта «Рака Макафо». Эмиль снимает! Эмиль! Эмиль, спокойно! Спокойно! Автомобильного проекта «Рэди Стэдди Гоу». «Рэди Стэдди Гоу, бляди, шоу об авто, вряд ли». И личного канала «Соболев». Чувствуете всю драму? В детстве, до 14 лет, я профессионально занимался тэквонду и каратэ. Флорес, фильтр. Первый раз на эфире, сразу же после изнасилования. Ее реакция была, это смех, улыбки постоянные. Мне кажется, что тогда, после изнасилования, она переживала гораздо меньше, чем после какой-то критики из интернета. Совершенно справедливо. То есть я сейчас вижу слезы, а как мы все помним, после изнасилования, через пару месяцев она снимала видеоролик, где она, цитата, бухущая в хлам, едет и абсолютно не переживает ни на какие темы. Она не выглядит как жертва изнасилования. Если тебя насилуют, ты будешь царапать, вырвать глаза. У парня должны, бля, остаться побои какие-то. В итоге у него нет нищего. Субтитры сделал DimaTorzok